Девушки отдыхают Зрелость – это рим, который взамен турусов и колес Нечитки требуется актера полной гибели всерьез. Когда строку диктует чувство, оно на сцену шлет раба. И здесь кончается искусство, и дышит почва, и судьба. Это интернет-газета «Зона КСЗ» видеостудия. И прежде чем продолжить программу, я должен повиниться. Я сейчас придерзко нарушил все мыслимые правила и изменил строчку Пастернака. У Пастернака старость – это рим, который… Но слово «старость» я не могу произнести, когда напротив меня сидит эта вечная молодая обольстительная актриса. Актрисе всегда 18 лет – Вероника Насальская. Я ничего не могу сказать. Владимир, добрый день. Аплодисменты. Я просто… Аплодисменты. Аплодисменты. Кланяйтесь, кланяйтесь. Кланяйтесь. В конце буду. Артисты привыкли к кланяться в конце. Я в шоке от того, как вы начали нашу встречу. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Я всегда вас видеть рад. А сегодня особенно, потому что мы давно не виделись. Да не виделись. Но вот в этом моем эпиграфе, который я варварски позволил себе даже немножко править, зашифрован первый вопрос. Так. Расскажите, вот когда вы почувствовали в себе этого бесенка, этого чертенка, который сподвигает человека к лицедейству? Это вот так робок первый интерес. Когда этот первый интерес вы в себе почувствовали? Он был неосознанным для меня, не выведен на какой-то вот такой осознанно сканируемый уровень. Но я лет, наверное, с 12-13 на улицах проводила время с гитарой. То есть вот все девочки там идут с прыгалками, с резиночками какими-то там, которые натягивались между ногами в 70-е, 80-е. А еще в классики играли. Еще в классики. Как сейчас вспомнил Владимир Владимирович. В классики играли в наше время. А я выходила с гитарой. Что, настоящая гитара? Да, да. Меня заставили в какой-то момент научиться играть на гитаре. Я мечтала о фортепиано, а меня заставили играть на гитаре. И вот я эту гитару захватывала с собой из дому. И под каждой воротней организовывала какое-то выступление, спектакль. Щедро подавали. Подавали. Не без этого. И потом в какой-то момент, когда я уже оканчивала художественную школу, так лет в 14, я помню, оканчивала уже с претензией на художественную какую-то стезю. И имела для этого основание. Но педагоги мои говорили, да-да-да, рекомендация для поступления в художественные вузы. Ну, поиграй-ка на гитаре. Может, ты как-то и артистка, по-моему. Что? Помните хоть куплет? Что вы тогда пели, сопровождая себя на гитаре? Да, какие-то романсы в основном. Старинные русские романсы? Старинные и также советские романсы. Там из репертуара, не знаю. От дворовой песни. В меньшей степени как-то этот репертуар. Ну, все-таки все-таки. Такой больше, такой другой какой-то имидж уже тогда возникал. Ну, я не знаю, я пел какую-нибудь там. Пришли снега и холода, пожухли травы, понимаете? Я как-то очень томно головой поводила. Ну, что ж, прощайте навсегда, но вы не правы. Эта гитара сопровождала меня достаточно долго, когда я уже поступила в студию ТЮЗа и играла первый спектакль. В 15 лет я первый раз играла свой настоящий спектакль для зрителей. Что, на выходах? Кушать пода? Нет, нет, кошку главная роль. Кошкин дом, кошку. И эта гитара была, Преображенский взял меня с этой же гитарой прямо в эту роль. И я с ней не ходила, говорила, а я там пела. Какой позор была сама там, котенком. И я когда играла, что-то такое, написала песню для этого спектакля. Композиторы, серьезные композиторы подходили, говорят, ваши песни, да, вы написали... А классический текст там все-таки остался. Тетя, тетя кошка. Да, и в семье тоже присутствует. Да, обязательно. Есть котят, котята, ты живешь богато. Замечательно. Владимир Рерих так здорово поедет. Так, 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 да, конечно. Вашим мастером был Борис Николаевич Преображенский. Первым мастером моим был Борис Николаевич Преображенский. Помню этого достойного человека. Он ведь не только именем, отчеством походил на Бориса Николаевича Ельца, но и тембераментом. Вообще это был такой непрерывный, извергающийся, креативный гейз. Да, да, это так. Так, наблюдать за тем, как Преображенский репетировал, было не меньшим удовольствием, чем смотреть его спектакли. Потому что вообще как бы сама режиссерская ученическая преемственность шла от Товстоногова, от Гончарова. Кстати, мой второй мастер, Рустам Хабибуллин, также был из этой же сампродай, говоря, таким санскритским термином. Поэтому да, это была очень сильная школа, психологическая русская школа мастеров. Знаете, как говорят, сейчас так не работают, сейчас так не умеют. Это было наслаждение. На театре. На театре нынче так не играют. Ну, что и правильно говорят, не играют. Не играют. Сейчас по-другому. Еще один вопрос из сферы так робок первого интереса. Ну, всем известная история. Константин Сергеевич Станиславский в миру Алексеевич, а также Владимир Иванович Немирович, он же Данченко, засели как-то в ресторанчике «Славянский базар», сидели там по одним сведениям чуть ли не сутки. Больше суток. Даже больше суток. И выдумали московский художественный общедоступный театр. Точно. Который до сих пор жив, хотя и разделился на несколько половин. Вот это же... Есть какое-то, конечно, в этом комическое ощущение. Вы когда-то с Галиной Пьяновой тоже как упомянутые классики. Да, да, да. Где вы приближали вас артишок? Хороший вопрос. Это было... На самом деле это было 2001 год, практически это же время года. То есть вот конец весны, начало лета, то есть по факту это было 16 лет назад. Как точно мы попали. Да, мы попали практически точно. Это май было в них, это май, чередей. Если говорить серьезно, это было 1 июня. 1 июня 2001 года, после уже полутора лет экспериментов в области уличного театра, в области саундмимы, мы просто собрались. Ну, не так долго, конечно, это не было больше суток. Это был, ну, световой день. И это был такой трактирчик небольшой между Фурманова и Аблайхана. Сохранился ли? Думаю, что сохранился. По улице Курмангазы. Так назовите его. Я не помню название. Алма-Атинский базар. Алма-Атинский, да как это? Славянский базар, да. Алма-Атинский базар. И вот иногда к чему приводит базар. Это было в моей жизни. Двух очаровательных барышней, выпускник с театрального училища. Не только училища, разных академий также, но это было в моей жизни. Это так. Это замечательно, что это было в вашей жизни. Никто не верил, что подвальный театр выживет. Потому что подвальных театров тогда, и сейчас, и в будущем, они постоянно зарождаются. Мало кто выживает. Мало. Ваш вдруг до сих пор, это 16 лет, уже барышня, которая родилась в тот год, 1 июня, скоро замуж выйдет. Понимаете? Это уже поколение. Я отдаю себе отчет. Это так. Это странно. Вы при этом совершенно не меняете, и выглядите так же, как эта самая барышня, которая собралась за 16 лет. Вот какое галантерейное образование. Старая школа. Спасибо. Нынче на театре так комплиментов делать не умеют. Сразу вид для человека раньше во времени. Раньше во времени. Спасибо. Но это действительно так. Это удивительная вещь, потому что 16 лет – большой срок для жизни человека. Большой срок для жизни театра. Это реально уже серьезный срок. Театр, который прожил 5 лет, 7 лет – это уже зрелый, состоявшийся театр. За это время две генерации актеров и режиссуры, и каких-то концептуальных направлений может пройти и смениться. А 17 лет… И никаких вспомоществований. Нет Министерства культуры, нет государства. Государственных источников финансирования, равно как и муниципальных, за это время не было. Было партнерства, но какого-то финансирования не было. Была большая работа с международными культурными институциями, с коммерческими организациями нашей страны и не только. Были поездки по миру. У вас хорошая география. Да, 35-40 фестивалей примерно так, больше 25, порядка 30 уже стран. Огромное количество. То есть мы возили с собой флаг Казахстана, свернутый в своем чемоданчике. Приезжали на крупнейшие европейские фестивали. И там где-то в Финляндии, или в Румынии, или в Великобритании эти флаги потом развивались. Это было и странно, и удивительно, но очень контрастно. Это было очень контрастно. В связи с драматургами, которых вы перевели в свой театр и адаптировали, есть большие имена. Йосиф Броводский, Нина Берберова, Александр Сергеевич Пушкин, которые до сих пор еще ваше моноисполнение продолжают. И недавно почтенные бюргеры города Ханновера имели счастье наблюдать ваш моноспектакль. Все это замечательно, но ведь много было придуманных, импровизированных, безавторских или коллективно авторских. На мой взгляд, это самое сложное. Как вам это удавалось, бог весть? Я расскажу, открою секрет. Дело в том, что мы начинались как театр, который ставит на черное, ставит на красное. Мы ставили на актерскую импровизацию. Но мы делали это не как-то бесшабашно и по наитию. Мы изучали эту технологию, хоть это странно звучит, технология импровизации. Да, меж тем эта технология абсолютно четкая. Театр вообще технология. Абсолютно, да. Но очень часто в постсоветской театральной школе нам прививали мнение, что, знаете, импровизация это доступно гениям. Импровизация это нечто такое совершенно необузданное, непонятное, как пойдет. Но на самом деле это не так. Богу вдохновенно. Да, и в общем, как бы лучше туда не ходить. Но потом мы очень много работали с европейской школой театральной импровизации. А там это сейчас развито. А там это развито. Тоже не во всех школах, потому что импровизация очень дорогая вещь. Она недешево стоит. Немногие люди, актеры и театральные коллективы рискуют пойти туда, в этот коридор. Но вторая сеть, не сеть, а как это правильно сказать, линия ученической преемственности идет от школы дель арте, от итальянской школы дель арте, потому что один из наших наставников, Маркус Сонер, который работал и учился в итальянской школе Димитрии, которая взяла вот эти истоки итальянской импровизации и превратила их в современную школу импровизации. Все это мы изучали. Вот где завито собака. Отсюда и артишоп, любимое блюдо итальянцев, культовое блюдо итальянцев. Но у вас все-таки надо говорить арт и шоп. И поэтому создавали основная, самая яркая продукция театра, во всяком случае в первые годы, была однозначно создана на основе оригинального драматургического материала, который разрабатывался уникальным способом. Ну, арт и шоп — это сам по себе, конечно, рецепт коктейля молот. Это понятно. Это прожигает любую броню, любого самого бронзового ли театрального критика. Скажите, ну, конечно, вы упивались этим релестом. Был момент, когда вы просто ничем другим заняться не могли и почувствовали, что такое театральный успех и восхищение. А вот еще раз позволю себе процитировать. «Провала прошу, провала. Гасишь, чтоб публика бушевала и рвала в клочке кассирш, чтоб трусиками в примерочной меня перемычугав, заревная премьерша гуляла бы по щекам». Есть такое возразительство. Но да здравствует неудача! Дальше есть этот текст. Вот я это хотел услышать. Были у вас, было ощущение провала? Я понимаю, что не было свиста и гнилых помидоров. Но это всегда внутренние ощущения. Да, было. У меня такое ощущение было с точки зрения внешнего какого-то событийного ряда, на пике, когда мы были на «Золотой маске» с нашим спектаклем «Клоуны» и со спектаклем «Гагарин». И это было такое какое-то... Уже до этого был «Back in the USSR» на нете у Должанского и Давыдовой. И это какое-то такое время, когда мы как на дрожжах росли в ощущениях силы и славы какой-то. И вот маска, «Золотая маска», я не помню, к сожалению, какой это был год, и мы везем туда «Гагарина» и везем туда «Клоунов». И мне почему-то казалось, что после этого ну просто сразу все падет к нашим ногам. А поло, но не все. И вот это странное какое-то внутреннее ощущение неудовлетворенности. Я тогда первый раз почувствую, насколько внутри творческого человека сильная гордыня. И это был очень хороший урок, очень важный урок. Спектакли были успешны, но все было не так, как хотелось, не так, как представлялось. И вот тогда первый раз я попала в ощущение какого-то глубокого внутреннего провала, потому что все было не так, как было запланировано, пожалуй, в первый раз. И это было лучше, чем что бы то ни было другое, потому что это дало понимание силы для нового вектора, для изменения какого-то парадигма. А ломаются люди после первого провала? Бывает такое? Ну, это не первый провал, конечно. Это очень серьезное ощущение было. То есть, причем я хочу заметить, это были очень успешные выступления, очень хорошая пресса. Ну, ощущение провала. Внутри, да. Не та площадка, не тот контекст, не то восприятие. Многие-многие моменты сложились тогда. А может быть, какое-то чувство исчерпанности вот такого пути? На тот период, да. Возможно, и так. И после этого был такой, знаете, как подвели черту, и потом был апгрейд. И потом начались совершенно новые спектакли, в новую сторону, с новой командой. И там следующие 5-7 лет пошли в другом направлении. Это было очень продуктивно. Всегда продуктивно. Скажите, Вероника, никогда не было ощущения, что эта профессия проклятая? И зачем нужно было ее выбирать? Она не для совсем нормальных людей. Она какая-то... Ну, раньше даже актеров не хоронили. Да, да. В церковной. За ограды хоронили. За ограды хоронили, как самоубийцы и так далее. Вот это ощущение... Все-таки мы живем в достаточно обывательском окружении. Оно агрессивно, кислотно. И вот этого ощущения... Ну, можно же было выстроить жизнь по-другому. Нужно ли было в этот маскерад бесконечно? Нет, нельзя, Володя. Нельзя. Скажу вам честно, я профессию не выбирала. Профессия выбрала меня. У меня было все как-то очень, знаете, как по рельсам. У меня не было так вот... Право-влево вообще вариантов не было. Как-то сразу меня вот так она взяла и вот так за шкирку привела. И чем дальше... Ну, это счастье. Да. И чем дальше влез... Реальное счастье. Это так. Чем дальше влез, тем больше дров. И тем больше я понимаю, может существовать в разных разрезах. В любой профессии, в том числе в актерской. Даже, скажем, не в актерской, а в театромекерской. Вот так я бы сказала. Театромекеры. Мы сейчас все не актеры, не режиссеры, в узком понесло. Мы, да, мы делатели театра. Сейчас уже невозможно разделить. Вот. Так вот, в театромекерстве есть люди, которые занимаются какими-то очень плебейскими вещами? Есть. Есть люди, которые занимаются коммерцией? Есть. Есть люди, которые идут к власти? Есть. Есть проповедники? Так же, как в любой другой нормальной, серьезной профессии. И вот поскольку для себя в какой-то момент я поняла, что меня в этом ключе интересует все-таки четвертый и последний аспект. Театр как миссия проповеди. Я поняла, что тут вообще все стало легко. Наивный, но прямой вопрос. Давайте. Спрошу с римской прямолинейностью. А давайте. Почему вас не снимают в кино? Я понимаю, что... Хороший вопрос. Да, что... Ваша профессия такая уязвленная. Вас всегда выбирают. Вот мой вопрос не к вам, а к тем ребятам, которые выбирают. Почему? У вас не было ни одной попытки снять в кино. Ну, они были, конечно. Они есть. Пробы? Нет, это не пробы. У меня есть несколько короткометражек. Короткометражек. Да, да, да. Я никогда не шла в большой метр, потому что серьезных предложений не поступало. А то, что поступало, никогда не было... Ну, знаете, как Фаина Георгиевна Раневская говорила, плюнуть в вечность. Но я думаю, что вот сейчас, как раз-таки сейчас, ваш вопрос очень попал в цель, потому что уже в течение нескольких лет я партнерствую и дружу с нашим мэтром кино Амиром Балатовичем Каракуловым, который получал призы из рук Тарантино на фестивалях А-класса. В международных кинофестивалях. И поэтому сейчас, я думаю, наша дружба наконец-таки вылится в какую-то совместную работу. На вас нужно писать сценарии. Я не проста для кино. На вас надо писать сценарии. Поэтому умещаться в какую-то схему, в какие-то прокрустого ложа неких сценариев... И просто мелькать на заднем клаве. Да, да. И даже на перейдинг, понимаете? Не стоит. Поэтому я все как-то без фанатизма и спокойно к этому отношусь. Думаю, что когда там усуждено будет сбыться, оно сбудется. Придет. Да, придет. Само придет. Но с другой стороны, опять же, когда ты так долго и много серьезно занимаешься театром, в какой-то момент ты думаешь, да хай с ним, с этим кино. Как бы вот как бы свой бы воз вытащить. Вот в чем вопрос. Вероника, еще один прямой обывательский, зрительский вопрос. Вас все меньше в Артишоке. Все говорят об этом. Вас все меньше в Артишоке. Раскройте эту тайну. Вы ушли на преподавательскую работу, вы почувствовали себя мэтром, вам надоело комедианство. Что случилось? Почему вас так мало? Действительно вы сыграли последний спектакль в Артишоке, как говорит народная молва? Ну, вы знаете, хороший вопрос. Я ждала его, этого вопроса. Все, что вы перечислили, до какой-то степени справедливо. Действительно, во-первых, три года назад я передала образы правления театром своим ученикам. Надеюсь, добровольно. Конечно. Я была переворота. Переворота в душе. Переворот всегда происходит в душе. Три года назад я передала менеджмент, как бы позицию генерального менеджера театра Анастасии Тарасовой, своей ученице. В течение какого-то времени я находилась рядом для того, чтобы осуществлять такую, знаете... Научить держать вождь. Да, но справедливости ради надо сказать, это произошло достаточно быстро. То есть, потому что, когда руки сильные, голова свежая, это происходит очень быстро. В течение двух лет Галины Пьеновой, художественного руководителя Артишока, не было в Алмате. Я должна была находиться рядом с уже вставшим на ноги, но взрослым поколением, новым поколением Артишока. Но сейчас все складывается так, что я могу себе уже позволить, знаете, когда дети вырастают, родители могут себе позволить отвести руку. И голосом флейты спрашивают. И что вы намерены себе позволить? Да. Вы знаете, я люблю затевать театральные проекты. Так. И открою вам по секрету. Вы, кстати, Владимир Первый, кому я об этом рассказываю. Благодарю. В любом случае, публично, да. С июня этого года я запускаю новую театральную кампанию, которая называется Театр Бата. Бата. Я понимаю. Благословение, да. Вот этот наш очень древний обряд, благословение. Ничто не делается без благословения. Театр Бата. Это то, чем я намерена заниматься в ближайшее время. И презентация первых интерактивных работ этого театра будет в рамках Экспо и в рамках Астана Артфест 6, 7, 8 июля в Астане. И также в павильонах, арт-павильонах в конце июня. Также в Астане. Ну а с сезона 2017-2018 даст Бог, запустимся и на сценической площадке нашего города. Здесь принято желать, разумеется, всего лучшего. Но я позволю себе закончить программу так, как я начинал. Уж извините мое пристрастие к поэзию, но когда я смотрю на вас, я могу говорить только стихами, причем, разумеется, и своими. То же бешенство риска, та же радость и боль слили роль и артистку, и артистку, и роль. Сколько надо отваги, чтобы играть на века, как играют овраги, как играет река, как играют алмазы, как играет вино, как играть без отказа. Иногда суждено. Борис Пастернак посвящается Веронике Насальской с превосокуплением всех добрых слов и пожеланий. Будьте здоровы, счастливы и успешны. Спасибо. Спасибо, Володя.